Время пандемии бригады скорой помощи работают в условиях повышенной опасности. Им, как и другим медицинским работникам, полагается надбавка к заработной плате. С марта месяца они ее получают, однако размер вызывает немало вопросов. Не все понимают, кому они положены и каков их принцип распределения. Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях директор государственного коммунального предприятия областная станция скорой медицинской помощи Канад Зикенович Халдобаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с сюжета, посмотрим, потом продолжим наш разговор. Давайте сюжет. По техническим причинам сейчас поставят сюжет, давайте мы продолжим разговор. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность задать вопрос нашему гостю по телефону 40 0109, код города Талдыкурган, 872 82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже вы можете отправить ваши вопросы, правда в письменном виде, мы здесь в студии озвучим. Давайте посмотрим сюжет. Вокруг надбавки медикам за работу в борьбе с коронавирусом накопилось много вопросов. Это связано с тем, что изначально было заявлено, что выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. Надбавка к основной заработной плате по первой категории составит 20 минимальных заработных плат, ко второй – 10, а к третей – 5 МЗП. Это от 200 до 800 тысяч тенге. В связи с тем, что во многих коллективах медучреждений буквально приняли эту информацию, без разъяснительной работы руководителей было не совсем понятно. Врачи скорой помощи, федерации скорой помощи относятся ко второй категории лиц, которые участвуют в противокоронавирусной инфекции. Водители относятся к третьей категории. Как осуществляется оплата? Оплата осуществляется всем работникам, непосредственно участвовавшим в очаге КВИ. На сегодняшний день медики скорой помощи Алматинской области получили обещанные надбавки. Только в Карасайском районе такую помощь получили около 90 человек. Участвовали шесть сероврачей, 23 петча, 24 водителя. Есть такое? Да. Получили? Получили. За апрель месяц мне выделили 117 тысяч тенге. Всё выплачивают. У меня претензий нет. Получаю премиальный и дифференцированную оплату. Получили надбавку. Я одна из тех контактных по коронавирусу. Ложили нас на карантин. Анализы отрицательные. По всему телевидению, по всему, все было сказано, что 425 тысяч работникам скорой помощи. А потом вот создавались комиссии. Вот это всё менялось. Это кому-то кто-то знал, кто-то не знал. Вот и получалось, что вот такие разногласия. Но мы сейчас, кто непосредственно с подозреваемым с коронавирусной инфекцией, кто сталкивался, получили свои выплаты. Мы благодарны государству, нашему руководству. Надбавка осуществляется ежемесячно из расчёта за фактически отработанный период, начиная с момента появления пациента, но не более месячного баланса рабочего времени. Так в марте большая нагрузка легла на Алматы и Нур-Султан. Поэтому и суммы выплат там гораздо больше. Несмотря на то, что вы находитесь на больничном, нам пришлось вас пригласить к нам в студию и поговорить о надбавках, поскольку вот такие вот вопросы вокруг этой надбавки идут. Расскажите, пожалуйста, в вашей службе на сегодня сколько человек получило, какую сумму и кому полагалось? Я хочу повторить, что было в апреле месяце 2020 года президентам, извиняюсь, в марте месяце, 30 марта президентам было озвучено, что будут выделяться денежные средства для финансовой поддержки работников организации здравоохранения, задействованных в противоэпид-мероприятиях по борьбе с коронавирусом, COVID-19, так скажем. Размеры надбавок, задействованных в противоэпид-мероприятиях в рамках борьбы с КВИ определяются по группам риска. Это группа риска для скорой помощи, конкретно я не буду про другие говорить, про скорую помощь. В группу риска вошли врачи скорой помощи, фельдшера, входят в вторую группу риска, и в третью группу входят водители. Приказом министра здравоохранения от 4 апреля 2020 года были разосланы материалы, как проводить оплату данным категориям работников. О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организации здравоохранения, задействованных в противоэпид-мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, COVID-19, где четко было прописано, на отбавке начисляется за фактически отработанное время работникам, непосредственно участвующим в очагах КВИ. Что мы сделали, выполнили это? Большую работу провел Акимат области в этом плане и совместно с управлением здравоохранения и с другими нашими службами. В марте месяце 2020 года постановлением Акима Алматинской области номер 156 о некоторых вопросах финансовой поддержки работникам организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом была создана комиссия во главе с замом Акима в области, это Бажиманом Батарханом Клаймергеновичем, нашим руководителем, Баужаном Ербадомичем СКАК, Толюбаевым Гульнаром Хажагуловичем и ряд руководителей организаций, областных организаций, которые были в составе этой комиссии. Комиссия была создана для того, чтобы выплата была прозрачной и выплата доходила до всех работников, которые были обличены в это дело. Какая была выплата, скажите, пожалуйста, вовремя ли врачи вашей службы получили эту надбанку? Да, первая выплата была в марте месяце, была выплачена общая сумма выплаты, вы поймите, что выплата идет от Акимата в области, выплата идет от Минздрава, это через фонд медицинского страхования, и выплата шла премиальная, которую мы из своих экономических средств делали. Первая в марте месяце была выплата, это на 6 миллионов 30 тысяч 405 тенге. Тогда, вы знаете, в марте месяце у нас было очень мало выездов по КВИ, поэтому обслуживало 12 человек, но все же сумма была вот такая вот большая. В апреле Акиматам было выделено 7 миллионов 826 тысяч, 73 сотрудника было оплачено, среднего оклада им было выплачено. В апреле месяце было выплачено фондом медицинского страхования 18 миллионов 670 тысяч 690 тенге, это большие деньги. В мае месяце, вот сейчас мы в мае месяце уже заложили, мы ожидаем, что нам выплатят 25 миллионов 666 тысяч тенге. Вот такая сумма. Кроме этого, кроме этого, нашей организации мы из собственных средств в марте выплатили 68 миллионов, более 68 миллионов мы выплатили каждому сотруднику нашей организации, премиальной выплатили, с целью тоже поддержки борьбы с коронавирусом. Затем в апреле месяце, в апреле месяце, та же сумма, раз количество людей у нас не меняется, работников, та же сумма, более 68 миллионов мы выплатили только дифференцированные оплаты нашим сотрудникам. Поэтому каждый сотрудник, каждый сотрудник, он получил от нашей организации, получил, а те, кто участвовал в подчерках КВИ, они получили еще от Акиматы и от фонда медицинского страхования. Ну, они не раз получили, получается, если два раза выезжали, например. Выплаты получались так, если, например, он выезжает несколько раз, один сотрудник бывает же, это мы не запрограммируем вирус, у кого возникает. Поэтому они, когда выезжают, за каждый выезд они получали деньги, определенную сумму. Поэтому кто-то получил больше, кто-то получил мелче, а кто-то и не выезжал, потому что, ну, это же не запрограммируешь. Например, смену он отработает, а у него нет выезда на КВИ. А ему не положено надбаку. Ему не положено, да. Полагается выплат только тем людям, которые непосредственно выезжали на очаг КВИ, работали в очаге КВИ. Ну, вот именно в условиях вот такой повышенной опасности, которые работали, они получили. Здесь вопрос немного волнует людей. Размер вот именно этой надбавки. Почему по телевизору, вот сейчас только вот сказали, например, по телевизору услышали, думали, вот эту сумму им дадут. Да. Но из чего вот складывалось? Дело в том, что прописанных нам в законах было сказано по часовой, там, отработанное время, фактически отработанное время. Дело в том, что при фактическом отработанном времени все равно очень маленькая сумма получалась. Но, несмотря на это, Министерство здравоохранения через фонд медстрахования, Акимат области, областное управление, все мы пришли к этому единому решению, что будем оценивать один выезд, один выезд, будем оценивать 24 часа. Получается, за один выезд в среднем получалось для фельдшеров где-то 60 тысяч тенге. Это была хорошая сумма, хорошая подпорь. Это получается, например, вот эти 400 тысяч разделить на 24 часа, и из них, например, действительно человек поехал в течение получаса, может быть, 20 минут, привез этого пациента и выяснилось, что у него COVID-19, и вот за этот отрезок времени им выплачены деньги. Получается, нормальную сумму медики получили за свою работу. Но изначально просто, когда было сказано, 400 с чем-то тысяч по второй категории, по второй группе, а по третьей по 212 тысяч, они подумали сразу им выплатить. Да, это думали, что выезжает, не выезжает, всем подряд будет выплачиваться. Нет, конечно, здесь немножко было предусмотрено. Уже нам спустили нормативные документы, и мы по ним отработали полностью. Конечно, кто находится в группе риска, те, естественно, получили эту сумму. Вот написали вопрос из Алакольского района, имя не пишут. Благодарят вашу службу, говорят, мы получаем хорошие премиальные. Ну, слава богу, у нас не было коронавируса, но мы оплату получаем, премиальные получаем. За это говорят вам благодарность. Давайте продолжим. Дорогие телезрители, если у вас есть вопросы, вы можете написать на WhatsApp-мессенджер, номер которого у вас на экранах телевизоров, или позвонить по телефону 400109, код города 87282. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько вот эта выплата в целом, вот написали же, и премиальные, например, выплачиваете, насколько соизмеримо с нагрузками ваших врачей, фельдшеров, водителей и так далее? Конечно, пандемия по всему миру показала ценность наших коллег, цену медицинского работника. К сожалению, в последнее время мы немножко забывали об этом, и сейчас упустили, может быть, какое-то время в заботах и в других делах. Но пандемия показала, что на переднем плане все-таки оказались медицинские работники. И когда они начинают работать, я не знаю, как можно оценить труд медицинского работника, какой ценой, в какой валюте можно оценить, я не знаю, это неоценимый труд, потому что каждый из нас рискует в этом плане ради работы. Но это наша работа, и мы ее выполняем, и мои коллеги это все понимают прекрасно. Все идут осознанно, работают. Даже многие говорили так, вы сами слышали, если даже нам не выплатят деньги, мы все равно пойдем будем работать, потому что это наш долг. Я прекрасно понимаю, спасибо им за поддержку, за солидарность. Вот в последнее время лозунг «Безбергемус», он не зря был сказан. И общественность, естественно, тоже, вот заметили, да, в последнее время начали тоже говорить, что медицинским работникам очень большие благодарности высказывают. Это очень приятно. За это нас это окрыляет, и мы хотим дальше продолжать работать на благо нашего народа, в защиту от всех болезней. Среди ваших сотрудников были заразившиеся коронавирусом? К счастью, у нас нет таких сотрудников. В скорой помощи у меня работают где-то 1600 человек, около 600 человек. По области? Да, по области. И ни один из них, к счастью моему, не заболел. Конечно, это была огромная работа. Это работа управления здравоохранения, это работа противоэпидслужб, это работа самого персонала на месте. Поэтому мы достигли такого результата. Когда нет заразившихся, всегда люди начинают говорить, ну, значит, у них защитные средства были вовремя, они соблюдали все профилактические нормы, и благодаря этому не заразились, поскольку они выезжали к больным, могли запросто сами заразиться и заразить своих коллег. Например, они находятся, например, в одном здании. Вот как с защитными средствами у вас? Например, в других областях жаловались, что их самих заставляли покупать эти средства. Даже санитайзеры говорили, чтобы они сами купили врачи. У вас как? К счастью, мы немножко с прогнозами проанализировали ситуацию. Еще до введения карантина у нас были запасы средств. Мы сделали заявки в областное управление здравоохранения, и напрямую тоже мы через поставщиков поставили заявки. Поэтому у нас всегда были средства. Дело в том, что еще огромную работу провела противоэпидслужба наше управление здравоохранения. Главные врачи на местах. Мы проработали очень такое. Это установка Министерства здравоохранения, опыт мировой, опыт других государств, где начали делить на чистые грязные зоны, условно чистые грязные зоны. К условно чистым зонам все-таки отнесли мы скорую помощь, бригады скорой помощи, потому что они считанные, и остановить их работу мы не можем, поэтому мы их уберегали. И условно грязные зоны все-таки на себя взяли местные, центральные районные больницы взяли на себя, поэтому их не бригады выезжали. Это огромная работа. И постановление вы заметили, да, вот сколько карантин шел, менялись и постановления. Все время были новые вводные, постоянно отрабатывались какие-то ситуационные задачи. И это спасибо нашему руководству нашей республики, руководству нашей министерства оперативно работали. Даже в субботу-воскресные дни не было такого, чтобы мы не занимались. Всегда были на связи, всегда мы занимались, отрабатывали. И как результат, мировое сообщество даже приняло казахстанский опыт, считается одним из лучших. Отрадно, конечно. Скажите, пожалуйста, много ли вызовов вообще в скорую поступает? Например, в среднем, если сравнить во время пандемии и до этого? Да, вот хороший вопрос, да. До пандемии у нас вот в последнее время было вызовов очень много. В общем-то, вызовов где-то порядком 2,5 тысячи вызовов в сутки у нас в Маламатинской области. И когда пошел коронавирус, инфекция пошла, люди стали меньше вызывать скорую помощь. Все-таки начали заниматься собой, или у них время появилось, если такое собой заниматься, потому что были освобождены от работ, от прочих дел. Поэтому вызова где-то снизили до полутора тысяч. Это, конечно, в какой-то степени облегчило нам тоже работу. Мы целенаправленно уже работали с вирусной инфекцией. Ну и, конечно, не упускали возможности, не то что не упускали возможности, не давали, обслуживали все вызова. Обслуживали. Скажите, пожалуйста, часто ли, зачитаю вопрос телезрителя, часто ли случаи хамства или агрессии в отношении сотрудников скорой помощи пишут? Есть такой хороший вопрос, между прочим, телезритель задал. Спасибо вам большое. Вот, например, в других странах даже в закон ввели, вот как будут защищать именно врачей, вот группу скорой помощи, поскольку когда выезжают, ну, попадались так, что и люди избивали врачей, и даже закрывали, например, в Москве такой случай был, не отпускали. Вот у нас как защищается? Не боятся ли ваши врачи выезжать, поскольку они не знают же? Вы знаете, выезжают наши врачи, все-таки выполняют свой долг перед людьми. Да, мы не знаем, когда наша скорая помощь выезжает на выезд, мы выезжаем по разным обстоятельствам, на травмы, на ТТП, на ссоры какие-то, на живые. И наши врачи не знают, куда они едут. Они приезжают на место преступления, бывает вперед, милиция, естественно, приезжает. И тогда, конечно, они не защищены. Да, бывает агрессия, бывает нападение, это тоже такое случалось. В моей практике тоже это случалось. Но я думаю, что государство примет какое-то решение о статусе... Пока ничего нет, не принято еще. Пока я еще не знаю такого, еще не знаю. Почему? Потому что не было принято еще законном порядке, где, ну, также врач должен быть защищен, или медработник будет защищен, как милиционер на посту. Точно так же. Мы также выполняем долг свой. Просто я обязана зачитать вопрос телезрителя. Говорят, что вируса нет, это вот какой-то обман. Что скажете? Ну, вы знаете, что вирус существует, это мы все знаем. Я думаю, просто делая анализ, свой субъективный анализ делая, я думаю, что все-таки мы на предупреждение больше проработали, поэтому, наверное, большие случаи вирусов у нас протекают бессимптомные. И мы, занимаясь ими, мы их выздоравливаем быстрее. Если посмотрите по количеству, если, например, сейчас где-то 9 тысяч человек заболело, предположим, из них 6 тысяч выздоравливает, это хороший результат. Это говорит о том, что мы опережаем осложнение вирусных заболеваний. Они существуют. Вирус есть, и я думаю, людям еще нужно быть поосторожнее. Наверное, он никуда и не денется, может быть, но нам надо будет научиться с ним рядом жить, наносить маски, мыть руки, защищать себя дистанционно в общественных местах, естественно, обрабатывать все должно. Государство в этом плане очень сильно работает, вы знаете, но и народ должен, должна быть солидарной ответственностью. Ни в коем случае не нужно ходить на улицы, забыв о том, что вчера был карантин, а сегодня забыть об этом, и выйти на улицу без маски, без перчаток, не обрабатывая руки. Я думаю, что это будет чревато. Хочется задать вопрос, какое оснащение у скорой помощи, машины, реамобили эти, хватает их по всей области? И какая связь? Иногда вот возмущаются, говорят, что позвонили и поздно приехали. Да, основные жалобы были, вот я говорю, начало года, когда мы, январь, февраль месяц, до пандемии. К сожалению, люди вызывают у нас скорую помощь необоснованно. И коронавирус нам показал, что необоснованные люди не стали вызывать. И в связи с этим с 3,5 тысяч вызовов в сутки снизилось до 1,5 тысяч. И никто от этого не пострадал. И это показало о том, что лишний раз люди вызывают просто так. И когда бригада скорой помощи находится у пациента, у которого просто болит голова и эмулент сходит в аптеку, конечно, в этот момент настоящий импартфт где-то протекает, и туда не успевает машина. На сегодняшний день у нас сутки выезжает, 165 бригад сутки выезжает. Из них 121 бригада, это скорой помощи, неотложной помощи 44 бригады, которые относятся к центральным районным больницам, к центральным городским больницам. Давайте задам еще один вопрос телезрителя, до конца остается мало. Обязан ли больной давать письменное соглашение на осмотр и лечение? Когда скорую вызывают, я думаю, когда скорую вызывают, никакой тут согласия не должно быть. Почему? Потому что они вызывают, они приглашают нас, чтобы мы оказали им помощь. Здесь решает все уже фельдшер, врач, и думаю, здесь отказы не должны приниматься. Тут жизнь человека. Да, это все-таки для стационарной службы важно очень, где на определенные манипуляции берутся разрешения у работников. Скажите, какие у вас автомобили специализированные? И внутри все есть? Я про город не говорю, в городе мы и так видим, все отлично. Как в области? У нас есть в министерстве такой человек, он консультант по скорой помощи, Кевин Крик. Он иностранец, и он говорит, он зачинатель вот этой скорой службы у нас. И он говорит, сейчас я объезжаю, мониторю, как-то мы собирались, и он сказал, у нас в Казахстане скорая помощь, везде оказывают помощь одинаково. Уже можно об этом говорить. Что, например, здесь в центре, что в Алаквале, или что в Кегене, у нас одинаково оснащены уже бригады скорой помощи, оснащены одинаково, лекарственными средствами одинаково, протоколами в работе они пользуются теми же самыми, что в центре. Поэтому скорая помощь в этом плане на высоте. И кроме этого, мы контролируем их все время в онлайн-режиме. Вы знаете, у нас программа Комек 103, очень удобная, очень доступная. И, кстати, вот по поводу КВИ, когда вот оплата КВИ, если будут проверки какие-то, то у нас будет очень прозрачно. Почему? Потому что 103 в Комеке, электронные карты, где четко будет описано КВИ. Все прозрачно, все видно, обмануть невозможно. И скрыть невозможно. Да, и скрыть-то невозможно. Скажите, пожалуйста, какие на сегодня планы по улучшению службы скорой помощи? Есть ли какие-нибудь такие? Да, конечно, мы ожидаем скоро приобретения автотранспорта. Акимом области Амаданом Габасовичем была проделана большая работа. Управлением здравоохранения, Министерством здравоохранения была проделана большая работа. Мы ожидаем 105 автомобилей для скорой помощи, для нужд скорой помощи. Это большая помощь будет, огромная. Мы обновим свой, естественно, автопарк. Естественно, доступность. Увеличим, будет увеличено количество бригад в некоторых районах. И доступность скорой медицинской помощи будет очень на высоте, я думаю. Люди будут, наверное, удовлетворены. Ну а как коллектив, как врачи? Хорошие у вас? Руководство, наверное, не будет говорить, что у него плохие сотрудники. Но тем не менее, как к вам устраиваются на работу? К нам устраиваться на работу очень сложно. Я вот сам смотрю, когда проходят у нас молодые специалисты, у нас очень жесткий отбор идет. Хотя у нас и не хватает специалистов, все равно мы стараемся к этому подойти очень скрупулезно. Потому что я всегда говорю ребятам своим, ребята, вы идете, вы будете один-один с пациентом. У вас не будет рядом никого. Вы будете выполнять все, что вы знаете. У вас только ваши знания будут вас спасать и ваши умения. Поэтому, придя на скорую помощь, он уже должен быть готов во всеоружии. Да, коллектив очень хороший, дружный. Вы же увидели даже, когда какой-то вопрос поднимает, они очень дружные. Друга даже поддерживают в сложных случаях. К сожалению, время нашей программы истекает. В конце ваши пожелания, это традиционная наша просьба. Уважаемые земляки, я прошу вас всех соблюдать санитарные нормы. Не забывать о том, что рядом находится очень опасная все-таки вирусная инфекция. Вирус находится, это COVID-19. Пожалуйста, соблюдайте все правила, все требования, которые предписывает нам санитарная служба наша. И выполняйте все это. Желаю всем добра, здоровья. Желаю, чтобы у нас быстро прошел, на спад пошло пандемия. Пока, Сан. Спасибо большое. Спасибо большое. Прислушайтесь, дорогие телезрители. Вот совет нашего врача. Один вопрос в конце. Давайте задам. Вы вкратце ответьте. Сколько платят за ложную информацию? Такое, говорят, есть или нет? Нет, такого нет. Нет такого. У вас и так вызовов очень много, поэтому платить кому-то за ложную еще вызов наверняка не будет. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на вопросы наших телезрителей и на наши вопросы тоже. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся.